Дедушка Мороз, жду тебя в гости. С тобой приходит Новый год и подарки. Подари, пожалуйста, конструктор. Я буду строить гаражи, машины и бензоколонку. Екатерина Белова с коллегами по работе приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний». Сначала выбрали две открытки, затем подумали и решили снять с елки еще несколько штук. Стоит отметить, что в этом году подарки получат не только дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, но и ребята, которые прибыли с Донбасса. Сейчас они проживают в пунктах временного размещения. Свои пожелания написали уже около тысячи юных жителей города. Если посмотреть на эти желания, то они совсем, ну можно сказать, не банальные, а такие уютные. И то, что ты в обычной жизни не замечаешь, ты как бы начинаешь задумываться, что это на самом деле для некоторых может быть ценно. Игрушечный трактор с большим прицепом, говорящая кукла, спортивный костюм. Это просьба детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Трогательные послания Деду Морозу разместили на елке в городском департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки. Благотворительную акцию «Елка желаний» 1 декабря открыла глава Самара Елена Лапушкина. Ни разу еще не было, чтобы хоть одна открытка или неисполненное желание у нас на Новый год осталось. Как правило, к нам приходят и 30-го, и 31-го декабря. И очень удивляется, что на елке уже закончились открытки. Поэтому все дети, которые повесили открыточки на нашу елку, получат от Деда Мороза новогодние подарки. Желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, исполняют представители бизнеса, силовых структур. За письмами приходят школьники целыми классами. Выбрать открытку может любой житель Самары и лично вручить подарок ребенку. Снять открытку с елки желаний можно в департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки по адресу Куйбышев, 44, в районных подразделениях комплексного центра социального обслуживания населения и в городской думе. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.